Аллилуйя! 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 И вот с причастием с Евхаристией и как православный реформатор, священнослужитель православный, я молюсь о таком духовном пробуждении православного христианства и вообще всего христианства мирового. Потому как я не отделяю православие от всего тела Христа, от всей Церкви Божьей и молюсь за всех верующих, за единство верующих также. Я думаю, что я в этом убежден просто. Очень, скажу так, уже давно в этом убеждался и с каждым годом все больше и больше в этом убеждаюсь я. Начиная с того самого 96-го года, когда я вышел из традиционализма, из традиционной русской православной церкви Московского Патриархата, где я служил священнослужителем тогда. С того самого 96-го года я все больше и больше, с каждым годом все больше и больше убеждаюсь, что настоящее единение верующих, настоящее единство верующих, оно может быть именно в истине. И оно есть в истине. Света пишет, девчонки, шалом, шалом, благоставляю ваш дом, благоставляю всех вас, кто подключился уже, кто подключается, благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Шесть утра по киевскому времени. В шесть утра на утренней молитве подключение делаю, в шесть вечера на вечерней молитве. Буду стараться все это время, этих два месяца, что планирую быть здесь, в Киеве. Ну, не только в Киеве, я еще также планирую быть, даст Бог, и во Львове, и в Черкасской области, и вообще по Украине. Вот, но почти всегда, почти все это время я собираюсь быть основной частью времени здесь, в Киеве, в нашей церкви. Вот, так что, буду рад общению. Кто в Киеве живет, проживает, или же бывает, как-то проездом, наездом, то свяжитесь со мной. Вот, напишите мне. Буду рад общению, слава Господу. Вот, и пишите также, кстати, можно писать мне Viber и WhatsApp. Он у меня и на украинском номере зарегистрирован, но там я редко проверяю. Просто у меня вот на телефоне по российскому номеру, значит, и Viber, и WhatsApp, которые я чаще всего проверяю, они у меня прям там вот как бы в телефоне есть постоянно. Это номер плюс семь, код России, да, плюс семь, девятьсот пятнадцать семьсот восемьдесят сорок восемьдесят семьдесят четыре. Ну, эти телефоны, они есть все тоже под этими видео, под каждым видео. Там найдете информацию. Вот, обязательно спешите со мной, созвоните, если водите в Киеве, посидим, чайку попьем, кофе попьем, пообщаемся. Буду рад. Вот, тем более, что я как раз собираюсь в это время, в этих два месяца, большей частью общаться именно с верующими разных, разных конфессий, разных течений, ветвей христианства, разных союзов, объединений, конфессий, динаминаций, организаций, юрисдикций, вот, православных, протестантов, католиков, разных, разных, разных верующих. Слава Богу. Вот, и совершаем причастие, при вот таких встречах, общениях, мы совершаем тоже Евхаристию часто, причастие. Вот, завтра утром будет Кифа у меня в гостях, он сегодня в Сумах, он сегодня не в Киеве, к сожалению, наш епископ со Львова. Вот, и здесь сообщения приходят, я не сделал беззвучно, но в трансляции, поэтому иногда вот такой будет перебой. Но, ничего. Можешь попробовать в настройках сразу изменить что-то. Сейчас. Так. Без звука. Вот. Вот. Так что, теперь не будет. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня, потому что я сделал без звука. Надеюсь, это не повлияет на трансляцию саму, на звук в трансляции. Вот, если слышно, то, пожалуйста, как-то маякните, чтобы мне не переживать. Но, по-любому, есть вот камера, она пишет, в общем-то, все. И поэтому я потом записи все выставлю в сети, на YouTube, чтобы, ну, потому что, когда трансляция, то даже если все хорошо, и звук есть, и все, картинка, то все равно из-за каких-то сбоев бывает, что где-то обрывисто, где-то прерывается, вот, не дослышишь где-то. А здесь камера, хотя такая простая, любительская, но микрофон хороший здесь и очень хорошо пишет звук. Хорошо, друзья, благословляю всех вас во имя Господня. И снова, вот, возвращаясь к этой теме, сегодняшней молитве. У нас сегодня тоже мы в церкви будем молиться на служение о единстве церкви, о единстве верующих. Вот, поэтому, кто в Киеве, киевляне или гости столицы, кто не решил еще точно, куда сегодня утром он пойдет на служение, то вот один из вариантов, пожалуйста, приглашаю вас на наше собрание, наше благослужение. Как всегда, арендой наше время, у нас нет своего храма здесь, в Киеве, арендуем помещение возле, буквально в двух шагах, а станция метро Кловская, это в центре города, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, это УТОС, это буквально действительно через пару домов от станции метро, это УТОС, входите через проходную, не стесняйтесь, проходите через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж и попадаете как раз к нам в собрание. Вот, и сегодня, я думаю, как раз благочинный будет наш отец Алексей Прошак, вот, а епископ наш Кифа, он не сможет быть сегодня с нами, он в суммах, я говорил уже, да, но завтра он приезжает в Киев утром рано, и вот в это время мы с ним как раз, думаю, и в трансляции будем вместе, вместе преломлять хлеб, вместе будем молиться, вот, так что анонсом таким даю завтрашние молитвы, завтрашние трансляции вместе с епископом нашим Кифой, слава Богу. Вот, и при встречах с верующими разных конфессий, разных деноминаций, значит, не только со своими, ну, будем так говорить, с нашей церкви, да, с нашей, там, архиепископией, там, а вообще с разными верующими, если человек верит, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, если человек признает действительно кровь Иисуса Христа и тело ломимо Его величайшей святыней, и верит, что действительно кровью Иисуса Христа Он спасен, исцелен, освящен, благоставлен, то никаких канонических, там, причин не вижу для того, чтобы не причащаться нам евхаристически, не иметь общения, абсолютно не вижу, неважно какого-то обряда, там, доктрин, там, конфессий, деноминаций, организаций, верит ли он, там, в присуществление хлеба и вина, или же не верит в символизм, там, и многие другие особенности вероучений, которых в христианстве полным-полно, я думаю, не должны препятствовать Божьей любви, изливающейся в сердца наши Духом Святым, не должны препятствовать настоящему, божественному, такому, евхаристическому общению верующих, потому как сегодня вот мы будем молиться о единстве верующих, о единстве Церкви, это хорошо, это благочестиво, и молиться за единство Церкви, это хорошо, и сегодня, сейчас я тоже молюсь об этом утром, перед собранием, но, но, все наши молитвы и проповеди, декларации о единстве Церкви, они ничего не стоят, если мы вместе не преломляем хлеб, если мы вместе не говорим того, что действительно кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха, если мы действительно не верим в то, что кровь Иисуса и сегодня, сейчас омывает нас в этом общении от всякого греха, действительно, потому как Бог всемогущий однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное, ценой своей крови, драгоценнейшей святыни, но, но, мы живем во временном измерении, во временном пространстве, в этом временном мире, в этом временном мире, мы действительно нуждаемся в этом времени в процессе познания, признания и познания этой истины, углубления, погружения в эту истину, пропитывания этой истиной, это очень важный процесс, такой богочеловеческий процесс, и в этом великий Бог, Он проявляет себя, в этом великий Бог, Он, как бы, находясь вне времени, выше времени, Он в этом временном измерении, Он проявляет себя, являет себя, как помните картина великая, да, явление Христа народу, и вот это действительно великое чудо, явление Христа народу, явление Христа людям, и оно совершается вот для меня, как для христианина, вот это совершение таинства, да, да, у меня вот здесь хала, я сейчас вчера, вот сегодня причащаюсь, беру хлеб, ломаю, у меня здесь немного плетенки, осталось шаббатней субботы со вчерашней, да, значит, налил просто воды, вещество причастия не столь важно, как важно именно наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа, потому что причастие мы совершаем не просто ртом или желудком, то, что входит в нас, Иисус говорил, оно входит и исходит, и чем очищается всякая пища, знаете ли, слова, которые Он говорит, это есть дух и жизнь, и Его деяние, это есть дух и жизнь, а не просто плоть, и знаете ли, причастие не вещество, не качество вина или хлеба является определяющим, а качество нашего рассуждения, поэтому многие христиане находятся порой в таких вот каких-то страхах, пережитках такого средневекового, такого мира созерцания, что вот причастие это только лишь в храме, в костёле, в молитвенном доме, только лишь вот такие священнослужители, особенно помазанные, помазанные, особенно такие призванные к этому, должны это совершать, это должно только совершаться там раз в год, или раз в месяц, или раз в неделю, или раз в полгода, разные есть в разных конфессиях понимания, вот, а порой вообще не раз даже, вот, кстати, я у старобрядцев бывал, значит, без поповцев, без поповцев, есть поповцы, есть беспоповцы, вот, беспоповцы, и у них нет, как таково, вообще, таинства, причастия, вот, то есть, вот, ну, нет евхаристии, да, это православные, древние православные, беспоповцы только, вот, Рижская, Гребенчуковская община, в Москве община, вот, есть беспоповские, даже не одна там, вот, больше 70, вообще считается около 100 разных толков есть направлений беспоповства православного, В США, на Аляске бывал я тоже в общениях со старобрядцами, в том числе и с беспоповскими старобрядцами. С белокринитскими я тоже общался, конечно же, с священнослужителями, потому что они очень близки мне по духу, по настроениям, но и также с беспоповцами. И вот мне было чудно, я говорил, ну как же у вас нет евхаристов, нет причастия. Они говорят мне, братья, вот мы общаемся, они говорят, а вот мы берем Евангелие, перекрестился, поцеловал Евангелие, открываю, вот и я преломляю хлебушек. Вот оно вино Нового Завета, вот он хлеб Нового Завета, вот моя жизнь, вот тело и кровь Христа, я рассуждаю, читаю. Вот так интересно, и они держатся такой традицией, вот они преломляют хлебушек. Хлебопреломление есть у вас, они говорят, да, есть у нас хлебопреломление, но не такой хлебушек, который мы ртом кушаем, а такой хлебушек, который мы умом кушаем и сердцем. Вот, значит, они там интересно еще, по старой традиции друг друга называют там Ванюша, как-то еще там Петя там, ну как-то там Ванечка, там как-то еще. Хотя уже старики уже, 80-летние, 90-летние даже старики такие, старцы, вот крепкие мужики такие, но друг друга так вот ласкательно так вот называют, братолюбие такое у них с нежностью, с любовью такой, знаете ли, так интересно. Вот, я пообщался с братьями, послушал их, порассуждал с ними, тоже мы прочитали слово, я понимаю, да, они тоже причащаются, да, причащаются телу и крови Христа, пусть даже и вот совершенно не бесконтактно таким образом. Слава Иисусу Христу, слава Богу за нашего Бога, аминь, аминь. Если бы Бог, то не дай Бог, да, то як бы не Бог, то не дай Бог, аминь. Да, 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 люблю вас, брат, и ваши проповеди, вы чисто и светло для православия. Дякую, дякую, брата, дякую, аминь, ну, я. Вот, и как вот со старобрядцами, теми беспоковцами я вот говорил, общался, вот, и как, допустим, есть, я такую аналогию такую провел, может не очень хорошую, но как бы тоже интересную. Что, значит, пожалуйста, есть вот всякие там единоборства, допустим, да, контактный бой, а есть какое-то там духовное такое деяние, бесконтактный бой. Он просто там на расстоянии бьет, значит, и далеко до человека еще, тот отлетает, надо же, вот как бы. И бойцы там, которые занимаются этими единоборствами, восхищаются всегда бесконтактным боем. Вот, и честно говоря, я восхитился тогда вот этими бесконтактными христианами, которые в контакте с Господом, Богом, всемогущим вот так вот напрямую, в духе и в истине. Вот, и я многому научился от общения со старобрядцами, и не только беспоповцами, но также и со старобрядцами протестантскими, старобрядцами. Я был в гостях у, в Америке тоже, в США, только не на Лязке уже, а, значит, в штате Нью-Йорк и в штате Пенсильвания, да, Пенсильвания тоже. У амишей, ну, у минонитов я мало был, а вот больше у амишей гостил. Значит, и вот это старобрядцы, как бы, протестантские старобрядцы, староверы протестантские, как бы, будем так говорить. Вот, потомки этих первых колонистов, которые сохранили уклад жизни, вот такой, 17-18 веков, вот, ну, такое ощущение, когда попадаешь к ним, то, вот, как бы, у них нет электричества, у них нет ни интернета, понятное дело, ни телефонов, ничего там, ни автомобилей. То есть, живут вот такими кланами, такими семьями большими, работящие такие, хорошие христиане, добрые христиане, молятся. И вот мне понравился их духовный опыт, я был просто зачарован их духовным опытом и восхищен. Вот, вот, уединенные молитвы, тишина, значит, удивительное такое созерцание Бога и причастие, также бесконтактное вот это причастие. Нет вещества. Мы совершали там такую евхалистию, причастие, я говорил о теле крови Христа и с братьями за столом, вот, значит, и через переводчика, ну, переводчик он был с церкви 50-ников, ну, он хорошо доносил до них. Я надеюсь, все было понятно, потому что, когда он мне переводил отзывы братьев, они говорили, да, мы тоже так понимаем, что не само вещество, не хлеб или вино, а вот здесь и здесь наше причастие, наше евхаристие. Христос в нас, а мы в нем, вот этой нашей евхаристии. Потом мы просто помолчали, сидели и в присутствии нашего Бога причащались тело крови Его. Ни одного грамма вина не было выпито, ни одной крошечки хлеба не было съедено, вот там, за тем столом. Но хлеб жизни и вино святое было в преизбытке в нас и среди нас. И Христос действительно среди нас и есть, и будет. Он с нами во все дни, до скончания века. Сам я держусь в практике, вот, все-таки лучше что-то съесть. Вот, и я беру хлеб, нет хлеба такого, беру ржаной хлеб, беру какой-то еще хлеб, неважно. Беру, нет хлеба, мы, вот, пряник какой-нибудь, там, что угодно вообще, пиццу, там, значит, там, что угодно. Вот, яблоко беру, значит, там, допустим, значит, да. Но самое главное, вот, я рассуждаю так, что мне, как еще и телу, вот, дух, душа и тело. И дух, и душа, и тело, на мой взгляд, должны в этом освящении и благословении участвовать. Я держусь этого правила. Я не осуждаю и, наоборот, даже восхищаюсь порой теми, кто бесконтактно причащается. Вот, и я тоже порой практикую подобное. Прогуляюсь, допустим, значит, по парку, просто вдыхаю, вдыхаю моего Господа, пропитываюсь им, причащаюсь. Еду в метро, допустим, значит, да, сутолок, это много людей, значит, суета. Но я уединяюсь, двери сердца своего и разума закрываю, и я причащаюсь моего Господа в тишине, даже среди суеты и криков, значит, и, значит, многолюдства, казалось бы. Причастие – это погружение в нашего Господа, тело и кровь Иисуса Христа, рассуждения. Не достойно причащаются те, кто действительно ограниченно представляет себе то, что Господь совершил, ограничивает Бога. Ведь Христос не только грехи наши взял на себя. Если человек рассуждает о том, контактно или бесконтактно, что если он рассуждает о том, что Христос взял его грехи лишь, только лишь в вечности он будет спасен, только лишь для вечности он искуплен, то это, по сути, оскорбление величества Бога и того деяния, что он совершил на Голововском кресте. Потому что в полноте мы должны рассуждать, ведь из-за того, что ограничивают Бога люди, из этого и Бог страдает, скорбя за нас, как отец, за своих детей. Потому что для отца нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Тем более для небесного нашего Папы, безусловно. Вот, значит, и, конечно, еще больше страдаем мы, люди тогда, страдаем по своей же, вот, ну, нерассудительности. Горе от ума такого, невозрожденного, знаете ли, неперерожденного. Вот, значит, когда отец радуется наш, и когда нам благо также, когда мы рассуждаем не частично, не полуправду берем, да, на вооружение, а берем всю правду, всю истину. А вся истина в том, что Христос Иисус не только грехи наши взял на себя, не только для вечности мы спасены навеки. Нет, это полправды. Вся правда в том, что мы спасены и здесь, сейчас. Что спасение – это дар Божий во Христе Иисусе здесь и сейчас. Что ранами его мы исцелены, исцеление от болезней, освобождение от бесов, очищение, всякого рода проказы, полное благословение, дух и душа и тело, да, будут сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я верю в то, что действительно, даже если симптомы болезни какие мучают, даже если тяжело, это в этот момент очень тяжело, как, допустим, тяжело именно осознать, принять это, согласиться с тем, что я полностью прощен, когда начинается самоосуждение, когда ты не то что сделал, ошибся в жизни, вот, да, но ты должен уразуметь, что ты полностью прощен, Бог простил тебя, то, что было, то, что есть и то, что будет полностью, все, ты прощен кровью Христа. И вот так же нужно уразуметь это, как вот первое, так и второе, что я исцелен, я полностью исцелен, все боеболезни он взял на себя, и те, от которых я избавлен, и те, которые я там старался по жизни, ну, как вот некоторые мученики понимали христианство, вот, значит, преподобные всевозможные там монахи, вот, Господь терпел и нам велел. Нет, Господь терпел, нам не велел, Господь терпел, а нам не велел того, Господь велел нам что? Принять Его спасение, принять Его дар, принять Его исцеление, вот, что Господь велел. Господь не велел терпеть болезни, Господь не велел терпеть грехи, Господь не велел терпеть беззаконие, Господь велел, действительно, оставить беззаконие, Господь велел оставить грех, Господь велел оставить болезнь, не держаться за это, оставить здесь в первую очередь, внутри, в сердце своем, в разуме своем, И оставить это, это не мое, это враг. Смерть это враг, болезнь это враг, грех это враг. Это не наше, это не наше. Наше что? Наше процветание, здоровье, счастье это наше. Несчастье это не наше. Потому что Господь заплатил величайшую цену, свою кровь драгоценную. Отдал самого себя, доколе. Действительно, Иисус, действительно, Он сегодня в нас и среди нас. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, милостивый Царь. Благодарю Тебя за причастие. Тело и кровь Твои. Аминь, аминь. Сегодня я налил просто воды. И Господь однажды воду вообще в вино превратил. Поэтому очень хорошая параллель такая. Я часто беру, допустим, бутылочку воды с собой в дорогу. Для удобства причастия в дороге где-то совершать. Порой в день я совершаю не одно причастие, а два, три и больше. Чтобы еще больше и больше укорениться в таинство тела и крови Христа. Это помогает мне всегда держаться Христа, держаться тела и крови Христа. Этого рассуждения, что я спасен благодаря крови Иисуса Христа. Помнить, какой великой ценой, страшной ценой искупление мое совершилось. Это наполняет мое сердце еще больше и больше благодарностью. Вот это благодарение. Евхаристия, собственно, мы называем в православии это Евхаристия таинство. Евхаристия, благодарение, восхваление совершается тогда еще больше и больше. Тогда смирение еще больше приходит в сердце человека. Восхваление еще больше в жизни человека. Слава Господу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь. И хвалю тебя за жизнь вечную, за исцеление, благословение. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым моего Спасителя, Господа моего. Я исцелен, я благословен, я спасен навеки. Через кровь моего Господа Иисуса Христа, моего Спасителя. Благодарю тебя, Господь, за кровь святую. Благодарю тебя за тело ломимое. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим. За Воскресенье Твоё, за победу Твою, за Голгофу, за кровь мы тебя благодарим. За Воскресенье Твоё, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Творец неба и земли и Егова. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За всё я благодарю, за всё я благодарю. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. И мы тебя благодарим за Воскресенье Твоё, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец наш, Ава, Отче, Благодарим Тебя, Иисус Христос, брат наш, Господь и Спаситель наш. Благодарим, О Дух Святой, Ты всегда с нами и в нас. За всё мы благодарим, за всё мы благодарим. Аллилуйя! За всё я благодарю, я тебя, Господь, люблю. Я тебя, Иисус, люблю. Дух Святой, тебя люблю. Спасибо, Господь, спасибо, драгоценный, ненаглядный. Ты самый красивый, ты самый добрый, ты самый умный, ты самый сильный. Спасибо, Господь, ты самый-самый-самый. Нет подобного Тебе, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за Голгофу и за кровь. Потому как кровью Сына Твоего, Иисуса Христа, я искуплен, я исцелен, я благословлен. Я просвещен, освобожден через кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, моего брата, моего Спасителя, моего Господа, моего Царя. Благодарю Тебя, Господь, за Духа Святого, Утешителя, который всегда со мной, который всегда во мне, а я в нем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за это таинство сегодняшнее, за это Евхаристия, таинство тела и крови. Благодарю Тебя, Господь, благослови во имя Христа и сегодня всех нас. Причасти тела и крови Твоих, Боже, благослови. Благослови единство тела Твоего, Церкви Твоей. Не просто в словах человеческих, а в единстве Духа, в явлении Духа и Силы. Господь, пусть Евхаристия совершается, Боже, верующий на разные конфессии, разных динаминаций, разных юрисдикций, организаций, союзов. Боже, пусть Господь верующий, несмотря на свои там различные культурные, национальные особенности, богословские доктрины, Боже, вместе в смирении, Боже, почитай друг друга выше в себя и принимают великое чудо, причастие Евхаристия. Спасибо Тебе, Господь. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Царь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Спасибо. 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 спасибо за все спасибо родной спасибо 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 благодарю что свободу мне дал что за меня жизнь свою ты отдал о спасибо мой бог спасибо брат мой спасибо спасибо благодарю тебя господь благодарю за это таинство тело и крови твоих боже всемогущий благословен ты отец ава отче творец неба и земли всего видимого и невидимого и иегова имя твое возлюбивший мир и отдавший сына своего единородного и иисуса христа агнца своего господа моего спасителя моего брата моего на голговский крест отдавший кровь святую проливший чтобы всякий верующий в тебя не погиб но имел жизнь вечную бесконечную счастливую пресчастливую спасибо тебе господь бог святой небесный отец мой благословенно имя твое и благословенно царство твое благословен народ твой слава тебе господь аминь аллилуйя аминь 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 аллилуйя роман пишет слава госп слава господу нашему иисусу христу витая вас в украине витая роман аллилуйя заразу киви кацан владимир брат вы разумеете як апостол павло апостол павло казав шо павло багато а петро казав шо павло багато незрозумілого говорить шо неуки перекручуюсь в точности тепер тепер то же саме да сьогодни то же То же самое происходит, то же самое. Человек, он тот же самый всегда. Но пусть Бог благословит сегодня всех нас. Братья и сестры, мне пора уже собираться. Я буду сейчас выезжать. Мне здесь недалеко до метро, правда, но я приезжаю на Кловскую пораньше, чтобы там помолиться как раз перед собранием, перед служением. Начало собрания у нас в 9 утра. Я, в общем-то, с 8 уже буду на молитве как раз перед собранием, перед служением. Хорошо, пусть Бог благословит вас. Благословляю сейчас и свою семью, жену свою благословляю, Инну Сергеевну, детишек наших, внука нашего. Информации пока не поступило, но ждем со дня на день рождения уже внучки. Второй раз уже буду дедом. Вот, в таком, в молитве сегодня тоже о предстоящих там родах. Вот, и благословляю всех вас, дорогие друзья, ваши дома, родных и ближних, во имя Господне. Благословляю Киев, благословляю Украину, благословляю всю нашу истрадавшуюся планету. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, город великого царя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Аминь. Хай Господь благословит вас и дарует мир. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Хай Бог рясно благословит.